Что стало лучше, что стало хуже? Ну, да нет, мне кажется, все нормально. Мы движемся вперед, развиваемся, как лига. Люди собирают лучший состав, больше интересных игр, больше интересных составов. Решать не количество, решать состав. Да, посещаю, да, смотрю, голосую. Но, не знаю, голосование на результат, у меня что-то никогда не получается. Я просто смотрю и анализирую, как люди интересно трактуют счета и их возможные перспективы. Ну, а так, нет, сайт хороший, нормальный, который не ВКонтакте, а обычный, живет своей жизнью, как мы знаем. И в этом тоже есть какая-то своя изюминка, статистика, может быть, там появится. Да, это правильно. Мы пару лет назад играли в нижнем дивизионе. Ну, там были тоже интересные игры со своими интересными залами, со своими самобытными составами. Не, нормально, это правильно. Нельзя же всем играть в супер. Тогда какая она, нахер, она будет в суперлигой? Ну, финал четырех имеет свою какую-то изюминку, но с точки зрения определения сильнейшего, безусловно, объективней серия. Ну, до трех побед это объективно сильная, ну, как бы объективно сильная до четырех побед. Но это, я думаю, очень сложно в рамках нашего сезона. Ну, до трех, до двух, до двух, до трех. Ну, игра удалась тяжело, у нас не было нашего мотора. Другая машина набирает обороты, третья набирает опыта, скажем так, тренерского. Ну, когда немножко выпадает состав, получается, что надо как-то приспособиться к новым реалям. Решает не количество, решает состав. От ответной игры я жду Крылатского, арены и борьбы. Не знаю, то, что... Интересные игры, надеюсь, ребята соберутся. Просто как-то их большие могли бы нас задавить, но у них что-то не получилось. Как думаешь, кто станет победителем второй половины финала? В нашей, а, или второй, в параллельной? Да. В параллельной. Ну, там московский восток, да? Ну, восток, они какую-то там хитрую свою систему, посредом игры, даже не знаю. Ну, кто приедет у них, как бы, если будет все у московского, и они захотят выиграть, они выиграют. То, что, я думаю, восток захочет выиграть, он хочет выиграть, ну, вопрос, ну, я думаю, там будет из трех игр, и в овертайме победит тот, кто наберет меньше фолов. Не знаю, есть какие-то лимит на легионеров, если у тебя есть паспорт, ты в составе, если у тебя контракт, ты сидишь на бане. Ну, вопрос в человеческих каких-то интересах. Если они хотят работать на тренировках, то они работают. Если не хотят, то с тренеров не будут стоять. Ну, не знаю, все это, это как бы к проблемам российского баскетбола. В чем они? Не знаю, я, ну, как, это бизнес. Люди хотят денег, они с ними договариваются. Не знаю, абсолютно, ну, как ты будешь бороться с тем, что два человека договорились где-то на стороне? Ну, это, мне кажется, жестко. А чтобы деньги платила им федерация, вот это вот так. Чтобы деньги все пошли через федерацию баскетбола. Ну, MLBL Москва, это турнир параллельный нашему, только что появившийся. Потому что там нет вторых составов. Мы не хотим расставаться со своим вторым составом. Он нам дорог, мы его любим. Ну, бытует, входит легенда о том, что люди хотят зарабатывать деньги. И у них для этого есть только один зал, хороший и самый, как бы, основная фишка новой лиги в том, что там суперзал. Но он был у другой лиги. И если ты не можешь построить такой же суперзал, надо его забрать теми или иными методами. Ну, наверное, это не по-спортивному, но это деньги. Деньги правят миром. Не слышал этих ребят. Ну, как-то они много забивают, но сколько они кидают. И если посмотреть на это, один, кажется, пробежкой забивает, а другой кидает фонари. Ну, наверное, фонарь выиграет. Но это будет неперспективно. Игра стоит свеч. Баскетбол – это часть моей жизни, которой я посвящаю мое хобби, посвящаю свое свободное время. Не знаю, мы любим это времяпрепровождение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok